Всем привет! С вами снова Виктор Балет. Итак, мы рассмотрели 7 секретов успешного или счастливого человека. То есть это секрет свободы, секрет реальности, секрет красоты, секрет дружбы, секрет любви, секрет богатства или материального благополучия и секрет счастья. Секрет счастья — это, можно сказать, тоже один из самых главных секретов, которые в нашей жизни нам дарят столько удовольствия, скажем, потому что счастливый человек, он всегда такой довольный, всегда у него всё классно, всё хорошо. И вот в чём заключается секрет этого счастья, по моей точке зрения. То есть я во всех роликах говорю только о себе. То есть не какие-то теоретические книжки и так далее и тому подобное, я вам сейчас не собираюсь сочинять где-то что-то, что другое написал. Я вам просто говорю от души, от сердца, вот то, что я прошёл за свою жизнь, об этом и говорю. А секрет счастья в чём заключается? Меньше думайте, больше любите и радуйтесь. Опять же, самым главным примером для меня является это Иисус. Он всегда говорил, зачем вам париться, зачем вам думать о завтрашнем дне? Вот сегодня есть у тебя день, да? Вот возьми календарь, да, вот запланируй какие-то там два-три дела, да? Ну много не планируй, потому что всё равно не исполнишь. Одно-два важных дела в день, да? Запланировал, сделал, ты счастливый. И меньше думайте, как, что, где, почему, когда, там через год, через десять, через двадцать, через тридцать, да? Больше любите и радуйтесь. Меньше думайте, больше любите и радуйтесь. Наша жизнь, она состоит из мелочей. Наша жизнь состоит из мелочей. Вот сейчас пойду кофе попью, там, не знаю, сникерс съем, там, яблоко съем, там, не знаю, сок. Пообеды, да, там, семья, там, дети придут, как говорится, там, жена, там, собачка, да, у меня есть прекрасная, пудель, Джеки, родители поблизости, там, соседи, знакомые, друзья и так далее и тому подобное. Вот эти все люди, да, которые, если такое правильное у вас окружение, они все, вот, приносят любовь и радость. То есть они вас любят, уважают, вы их тоже любите, уважаете. И здорово, вот, в интернете, что вы посмотрели интересное, да, такое хорошее, любите какие-то, например, фильмы, там, или любите какие-то передачи, или еще что-то. Ну, и радоваться вы должны, конечно, потому что вы должны стараться смотреть только то, что вам радость приносит, да. То есть, если посмотреть сегодняшние средства массовой информации, в основном они направлены на то, вот я тебе честно говорю, все средства массовой информации по всему миру, они направлены на то, чтобы изменить сознание человека к худшему. Не к лучшему, а к худшему. То есть загнать человека в тупик, образно говоря, да. То есть постоянно состается вот такое чувство страха, что вот завтра будет всем конец, да. И вот человек, когда живет в таком страхе, да, вот в постоянном, таком перманентном страхе, да, тогда им гораздо легче управлять. Да, то есть есть определенная система в этом мире, да, здесь все продумано. Да, есть центр управления полетом нашей Земли, так сказать, да. И все, что здесь на Земле происходит, находится под четким контролем, да. И вот это все дело, оно управляется. И, конечно, все идет к тому, что людей надо запугать, деморализировать, да, чтобы они, как крысы вот в бочке, да, начинали там грызть друг друга, да. Чтобы вот эта вот любовь, чтобы это все исчезало постепенно. Даже Библия говорит, что со временем вы увидите, как среди людей охладеет чувство любви и отношения друг к другу, да. То есть любовь, она должна охладеть. Свободы никакой не должно быть. Красоты никому не нужна. Красота она извращенная. Сходите, например, в современные музеи, посмотрите современные картины, которые просто берут, например, краску художную, да, я тоже художник рисую. Ну, как-то я стараюсь, хоть что-то, да, у меня такое было нормально такое. Я тоже люблю абстракцию, но не такую, что берут краску в банку, да, и просто на хвост, как помой на бедро выливает. Оно все высыхает, потом они вешают на стенку, и все говорят, вау, 100 миллионов, да, долларов. Вот такая извращенная красота. Дружбы, как таковой, нету, да, то есть вы видите, на чем построена дружба, да, все хотят только деньги, деньги – это уже неправильный фундамент. Дружба должна на любви построена. Секрет любви тоже не работает, потому что секрет любви – это что? Любить Бога, да, первый секрет, такой заповедь, так сказать, второй – любить ближнюю, как самого себя, тоже это в этом мире особо не работает. Секрет богатства – какой-то один процент, ноль кома, ирминтвас, да, ноль процент, еще там, сколько-то, после запятой, супер богатые остальные люди такие, либо бедные, либо более-менее, ну как вот, крыша над головой, там все необходимо, а богатые в основном это их буквально, ну небольшой процент. И вот секрет счастья, он как раз и заключается в том, чтобы меньше думать, больше любить и радоваться. Радоваться нужно тем вещам, которые вам действительно приносят настоящую неподдельную радость. Понимаете? Неподдельная радость. То есть для того, чтобы радость была неподдельная, нужно знать, что относится к неподдельной радости. Если вам дали, например, там тысячу долларов, да, а они все поддельные купюры, да, вы, конечно, можете радоваться, вау, тысячу долларов, классно, да, но вы точно знаете, что сейчас вы пойдете в какой-нибудь там пункт обменный, да, их чик, проверят и вам скажут, а это фальшивая радость, а это фальшивые доллары. Вот запомни, дорогой друг, если радуешься, то радуйся только настоящей радостью, да, то есть дружба, да, друзья должны быть настоящие, неподдельные. Свобода должна быть настоящей, неподдельная. Реальность твоя должна быть тоже настоящая, красота твоя тоже должна быть настоящая изнутри. Дружба настоящая, любовь настоящая твоя. Ну все, что вокруг тебя осуждаю, окружаю, должно быть настоящим. И тогда ты будешь по-настоящему счастливым, если ты всем этим будешь доволен, как апостол Павел тоже говорил. Великое приобретение — быть довольным тем, что ты имеешь на сегодняшний день. Но сначала нужно это, конечно, заиметь, то есть нужно поработать, выйти на какой-то уровень, это сначала всё заиметь, а потом быть этим довольным. Это не так, что ты там где-то, например, на улице живёшь, как в Индии, 200 миллионов человек живут на улице, просто как собаки спят на земле. Конечно, в таком состоянии быть довольным очень тяжело и счастливым. Поэтому здесь нужно всё равно, как говорится, поработать над собой, поработать над своим окружением, поработать над своей жизнью, выйти на определённый уровень и оставаться потом довольным всёю оставшуюся жизнью. Стараться на этом уровне не оставаться. Но этот уровень должен быть реальный, не завышенный, не заниженный, а вот как бы такой нормальный, хороший. Ну, то есть вы должны быть благоразумными и уравновешенными. Итак, был с вами Витар Балет, рассказал вам о семи секретах счастья или успеха в жизни. Много-много других роликов я приготовил для тебя или для вас. И в будущем заходите постоянно на мой канал, об этом всё я буду с собой рассказывать. Итак, пока-пока. Если ты этих секретов постараешься воплотить в своей жизни, твоя жизнь изменится до 180 градусов. Поверь мне, я уже кое-что поменял в своей жизни и чувствую очень огромные перемены вообще. Жизнь совсем по-другому протекает, когда работаешь над собой. Удачи тебе прежде всего в работе над самим собой. Пока-пока.